МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 8 апреля, в 1783 году, Екатерина II был подписан указ о присоединении полуострова Крым к Российской империи. В этот день, 8 апреля, родились Владимир Раевский, поэт и герой войны 1812 года, позже участник восстания декабристов, Николай Рязанов, один из отцов-основателей российско-американской торговой компании. Николай Рязанов прочно вошел в современную культуру благодаря поэту Вознесенскому и известной рок-опере Юнона Яавось, которую воспели его любовь с испанской невестой Концепсион Бергуэли. В Сан-Франциско, где встретились эти двое, даже показывают место, где сидела девушка, глядя в морскую даль в ожидании возвращения жениха. Это скала, на которой опирается знаменитый мост на золотые ворота. Но, конечно, биография российского вельможи, сенатора, коммергера Николая Петровича Рязанова серьезно больше одной этой истории. Жизнь его с самого начала оказалась связана с восточными окраинами империи. Его отец работал большим чиновником в Иркутске. Николай тоже составил успешную карьеру. Он был начальником канцелярии Гаврила Державина, поэта и крупного вельможи и катерининского двора. В 1794 году состоялось знаковое назначение Николая Рязанова в почти родной для него Иркутске. Он должен был провести ревизию хозяйства промышленника Григория Шелихова, знаменитого русского Колумба, первого, кто начал вести активную деятельность в Русской Америке. Результат ревизии превзошел ожидания. Столичный чиновник женился на Анне Григорьевне, дочери Шелихова. Вскоре знаменитый промышленник умер, и его зять стал наследником гигантских богатств. И наследником толковым. В 1799 году именно Рязанов сделал промыслы Шелихова русско-американской компании, или РАК, акционерным обществом, в котором пайщиком была даже и царская семья. В 1802 году Рязанова постигла несчастье. Умерла обожаемая жена. Восемь лет супружества нашего дали мне вкусить все счастье жизни сей, как бы для того, чтобы потери ее отравить, наконец, остаток дней моих. Ему уже было почти 40 лет, он впал в уныние, хотел подать в отставку. И в этот момент император Александр решил назначить сенатора начальником тяжелой миссии, послом в Японию. Дорога на восток достойна отдельного рассказа. Скажем только, что Рязанов попал на борт «Надежды», флагмана первой русской кругосветной экспедиции. Многомесячный путь был почти что адом. Рязанов и капитан корабля Крузенштерн расссорились, они даже общались только посредством записок. Тут же оказался некоторый Федор Толстой, граф Забияка, самый отчаянный дуэлянт эпохи. Он тоже помог расстроить атмосферу в команде. Миссия в Японии тоже вышла неудачной. Тогда эта страна находилась в полной изоляции, не пуская к себе европейцев. Полгода провел посол на ее берегу, но так и не добился встречи с императором Японии. И тогда Рязанов направился на север, чтобы проверить состояние дела на Аляске. А вот это было одно из его важнейших решений. В 1805 году всеслужащие Рак находились на грани гибели, не было еды. Ее обычно доставляли через полмира из России. Сотни людей были без хлеба, питаясь вороньем да падали. Рязанов на свои средства снарядил два корабля и направился на юг, в Испанскую Калифорнию. Только там была провизия. Одна беда, ни у Рязанова, ни у испанцев не было полномочий для международных контактов. Это был риск. Финал этой миссии хорошо известен. Рязанов познакомился с семьей местного губернатора. Он и дочь губернатора влюбились, он попросил руки и сердца. Только вот католичке Концепсион нужно было ждать разрешения папского престола и выйти замуж за православного. Уже на правах обрученного, почти что родственника губернатора, Рязанов набил корабли провизии. Он писал, что испанцы грузили хлеб в таком количестве, что просил уже и остановить подвозку, ибо не могло судном ее принять более. Эта миссия навсегда установила добрые отношения между соседями и спасла сотни русских от голодной смерти. Рязанов успел еще очень многое другое во владениях на Аляске. Правда, невеста не дождалась жениха. Он умер на обратном пути в хорошо знакомой ему Сибири. Как знать, что бы было, не произойди этого. Как сказал один американский адмирал, Николай Рязанов был прозорливым политиком. Проживи Рязанов на 10 лет дольше, и то, что мы называем Калифорнией и Американской и Британской Колумбии, было бы русской территорией. Редактор субтитров А.Семкин